Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о упражнении, от которого больше всего проблем для спины, которая больше всего приводит к травмам, к межпозвоночным грыжам и протрузиям. Если вы подумали, что это становые тяги, то вы ошиблись. Если вы подумали, что это приседания, то вы тем более ошиблись. Это упражнение подъем штанги на бицепс. Да-да, больше всего по статистике травм приходится на это упражнение. Именно если мы говорим о травмах поясничного отдела позвоночника. Почему так происходит, мы будем с вами разбираться и говорить сегодня. О технике, о нюансах техники, о мифах и о том, как правильно и грамотно делать данное упражнение. Главное держать корпус ровно. Работают только предплечья. Обратите внимание, локоть направлен четко вниз. Само плечо от локтя и до плечевого сустава не двигается. Не делайте никогда вот таких движений. Это тупейшее движение, убивающее поясницу. Именно от него, поясничной грыжи и протрузии. Обратите внимание, какое можно делать движение. Слегка наклоняться вперед в момент опускания. И подниматься не до полного распрямления корпуса. Тогда данное движение не влияет негативно на поясницу. У вас не будет поясничных грыж и протрузий. Именно из-за раскачиваний, из-за отклонения корпуса назад, у вас и происходят проблемы с позвоночником. Только четкая техника способна сохранить здоровье позвоночника. Но и что самое главное, таким самым движением вы просто убираете нагрузку с бицепсов. Следите за этим. Это очень и очень важно. Можно выполнять данное движение широким хватом. Тогда акцент больше на короткой головке. Именно короткая головка дает массу бицепсам. Узкий хват переносит акцент на длинную головку. Но я предпочитаю делать это движение средним хватом. Не широко, не узко. Тогда работаю целиком и полностью на всю мощь обе головки. Как я уже говорил, я предпочитаю делать это упражнение хватом чуть шире плечи. Так лучше всего может проявить себя весь бицепс целиком, чем делать узким хватом или очень широким. Смотрите, как делаю это упражнение я. Обязательно, когда берем вес с пола или со стоек, спина должна быть прямой. Точно так же, как вы берете вес для становой тяги. Никогда не круглите спину. Становимся в стартовую позицию. Слегка наклоняемся вперед и начинаем движение. Если и помогать корпусом, то только в этом коротком отрезке. Лучше же вообще свести на нет или самый минимум это движение в пояснице. Тем самым вы убережете свой позвоночник от травм, от грыж, от протрузий. Обратите внимание, что ходят вверх-вниз только мои предплечья. Само плечо от локтя до дельтовидного сустава остается на месте. Движение происходит следующим образом. Руки внизу полностью не распрямляем. Будет сложно делать упражнение и увеличивается риск возникновения травмы. Поднимать робку тоже не следует очень высоко. Почему? Потому что, если вы поднимаете на такого уровня, отлично, локоть остается направленным вниз и не выходит вперед. Как делают многие. Читингуя, выкидывая, стараясь поднять руки как можно выше. Читингуя, многие совершают ошибки, выполняя подобные движения, о которых я уже говорил. Во-первых, нанося травму себе своим межпозвоночным диском. Во-вторых, на самом деле, снимая нагрузку с бицепса, а не увеличивая ее. Запомните, читинг это не облегчение работы. Это утяжеление работы. В этом и основные заблуждения и ошибки большинства новичков. И не забывайте, как бы не было хорошо это данное упражнение для бицепса, если вы тренируетесь натурально, если вы не химик, то тренировать его отдельно с трицепсом, с другими упражнениями на руки бесполезно. Стресса от упражнений на руки недостаточно для того, чтобы выбросить в кровь необходимое количество анаболических гормонов. Если вы хотите прокачать руки отдельным днем, обязательно выполните одно упражнение в двух-трех подходах, либо приседания, либо становые тяги, либо запрыгивание на высокую платформу. Если у вас есть беговая дорожка возле тренажерного зала, сделайте пару стартов спринтерских выбеганий. Это тоже выбрасывает большое количество гормонов в кровь. Запомните, большие руки натурала, это в первую очередь приседы, становые тяги. После того, как выбросились гормоны в кровь, с помощью данных упражнений вы можете смело загонять их пампингом в рабочие мышцы. Это касается всех работающих мышц нашего организма. Включая дельты, грудные, даже всеми вами любимый жемлежа, очень минимально выбрасывает гормоны в кровь. Помните об этом. И не пропустите, если вы не видели и не читали мою статью, не смотрели видео о рейтинге мышечных групп, обязательно посмотрите, это откроет вам глаза на многие вопросы. Читинг в данном упражнении, это именно легкий наклон вперед, когда опускаете вес, и легкое выпрямление корпуса, но не больше. Обратите внимание, что я не делаю никаких закидываний. Локти у меня смотрят четко вниз, не уходят назад, но и не выходят вперед. Есть грифы прямые, и я советую всем делать именно с этим грифом подъемы на бицепс. Во-первых, лучше будут прорабатываться сами бицепсы. Ну и это гораздо эффективнее, чем делать с изогнутым грифом. С изогнутым грифом нужно делать только тем, у кого проблемы с кистями. Проблемы с кистями возникают только по причине плохой разминки или ее отсутствия, либо связанные с каким-нибудь заболеванием. Если вы правильно питаетесь, пьете воду во время тренировки, до и после тренировки, выпиваете в течение суток 2 литра воды, то у вас не возникает проблем с кистями, плечевыми суставами, коленными суставами, вообще с суставами. Естественно, повторюсь, при наличии качественного, грамотного, сбалансированного питания и разминки. Также данное движение можно выполнять и на блоке. Обратите внимание, работают также только предплечья. Видите, локоть остается на месте. Работают предплечья, плечо не двигается. Тем самым вы нагружаете бицепс. На блоке это хорошо получается, потому что нагрузка постоянная, равномерная на протяжении всего движения. Здесь кажется, что я немножко двигаю локтями, но это не так. На самом деле, в верхней точке я пытаюсь содержать паузу и дополнительно напрячь бицепсы. Это очень хорошо сказывается на росте, увеличивается продолжительное напряжение в работающей мышце. Обращайте внимание на то, что двигаются только предплечья. Никаких лишних движений. Ну что, друзья натуралы, и не очень. Хотите иметь большие бицепсы, большие руки? Начинайте всегда тренировку с базового упражнения, способного выбросить анаболические гормоны в вашу кровь. Это закон, без которого вам никогда не видать огромных рук. Какие бы большие веса вы не поднимали на руки, что в трицепсах, что при тренировке бицепсов. Напомним основные постулаты. Никогда не делаем наклон назад. Никогда не делаем подобных раскачиваний. Если и делаем упражнение, то в момент опускания веса мы слегка наклоняемся вперед и при подъеме слегка распрямляемся. Выглядит это так. Обратили внимание, да? Я даже не поднимаюсь практически до горизонтали и тем более не отклоняюсь назад. Это если вы здравомыслящий человек, если хотите, чтобы ваша поясничка была всегда здоровой. Чтобы у вас не было ни грыж, ни протрузий. Следующее. Хват. Хват должен быть чуть шире плеч. Чтобы кто бы вам не говорил. Действительно, при узком хвате больше задействована длинная головка. При широком больше короткая. А вы знаете, что короткая головка задает именно большую красоту вашим рукам. Но мышцы бицепса это одна цельная мышца. Она всегда работает целиком. Поэтому, чтобы грамотно, четко, базово, качественно прокачать их, нужно делать что-то среднее между очень широким и очень узким. Лучше всего для этого проходит хват чуть шире плеч. Будете убивать сразу нескольких зайцев. А во-вторых, чисто функционально это самое сильное положение кистей, когда ваши бицепсы способны одолеть больший вес на штанге. А вы помните, что чем больше вес на штанге, тем, естественно, большая отдача будет от ваших тренировок. Кто бы что ни говорил. Конечно, чувство работающей мышцы важно, количество повторений важно. Но если вы это все делаете со смехотворными весами, без постоянной прогрессии, все ваши тренировки будут чисто даже не оздоровительными, а просто увеселительными. Вы будете получать удовольствие от самих тренировок. Но ни силы, ни массы не ждите. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание. На положение локтя. Работает только предплечье. Обратите внимание, локоть всегда четко смотрит вниз. Не уходит назад, не выходит вперед. Ни в коем случае. Это совершенно разные упражнения, движения. Вы четко стоите, сгибаете предплечье вверх, опускаете. На какую высоту нужно поднимать вес? Вот предыдущий вопрос и есть ответ на этот вопрос. Почему? Потому что вы можете поднимать вес ровно, настолько, пока ваши локти не уходят вперед. Как только локоть пошел вперед, это говорит о том, что вы начинаете брать чрезмерную высоту. Это не нужно. Почему еще это не нужно? Во-первых, это снимает нагрузку с бицепса. Во-вторых, это опасно для локтей. А мы хотим грамотно и целенаправленно прокачивать наши бицепсы. Помните об этих нюансах. Они несложные. Их несложно запомнить. По сравнению, к примеру, с техникой приседаний. Или становых тяг, или других многофункциональных упражнений. Самое главное, думать головой. И тогда все будет хорошо и качественно. Никогда не наваливайте на штангу вес в ущерб технике. Вес должен быть большим. Но техника превыше всего. Техника это залог вашего здоровья. Залог долголетия в тренировках. Я думаю, все мы хотим быть не только большими и сильными, но и здоровыми. В первую очередь для того, чтобы как можно дольше, а желательно постоянно, всегда, до гробовой доски, ходить в тренажерный зал и ворочать железки. Иначе вообще зачем сюда ходить? Друзья, кто следит за моими статьями и видеороликами, заметил, что я стараюсь давать информацию так, чтобы вы могли спокойно ориентироваться в мире железного спорта. Чтобы вы могли самостоятельно составлять себе программы тренировок, программы питания. Для тех же, у кого нет времени или желания углубляться во все эти дебри, я веду профессиональные тренировки. Как вживую, так и онлайн. Ученики у меня по всему миру успешно тренируются, успешно выступают. Если вы не имеете возможности или не хотите сами составлять себе программы питания или тренировок, пишите мне в личку. Я с удовольствием с вами поработаю. В ближайших выпусках моих видеоуроков и статей будут затронуты следующие темы. Жим ногами, подъем штанги на бицепс, тяга штанги в наклоне. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите мне в личку заранее. Видео тем будут интереснее, чем больше вопросов вы пришлете. Также присылайте интересующие вас вопросы на любые темы. Самые интересные мы будем освещать в наших видеороликах и статьях. Обращаю особое внимание на то, кто комментирует мои видео в YouTube. Если вы хотите и ждете ответа, будьте добры проследить, чтобы я имел возможность вам ответить. Потому что многие задают вопрос, а ответить я просто не могу. Нет кнопочки ответить. Обращайте на это особое внимание. Также в ближайших видео и статьях я освещу темы, амплитуду движения, скорость выполнения повторений, отдых между упражнениями и подходами. Это канал Heavy Metal Gym. Увидимся с вами в тренажерном зале, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...